Всем привет с канала Комрад Майор и сегодня у нас новый видеоролик в тематике моделирования. Это обзор сборной модели фирмы Звезда, танк Т-80УД. Те кто следит за творчеством моего канала знают, что техника это очень редкий гость на моем канале, в основном это авиация. И этот российский боевой танк я хотел собрать еще давно, так как у меня есть в этом же масштабе Т-72Б1 или А1, я просто не помню как он называется. И вот мой подарок на 23 февраля Т-80УД. Очень интересный у него внешний вид за счет сглаженной вот этой башни. Масштаб 35, количество деталей 246, длина 29 сантиметров. Лист декальный с опознавательной символикой и бортовыми номерами. Так, сейчас откроем. Так, коробка Малуста у нас даже не помещается в кадр. Значит, давайте начнем с инструкции. Описание танка, что он из себя представляет. Инструкция немного старовата. Начинаем мы с пуза танка. Делаем шасси, устанавливаем их, катки точнее, бревно на вот этом этапе устанавливаем так же. Собираем заднюю кружку, где располагаются топливные баки. Устанавливаем всю внешнюю фурнитуру и переходим к сборке башни. Здесь же оптические приборы, пушка, пулемет, динамическая защита, блоки динамической защиты. Далее, остатки фурнитуры. Гранатомет, либо что это. Так, и установка у нас здесь сидят уже башни на корпус танка. Всего 13 шагов для сборки модели. Я уже немного, так сказать, посмотрел. И меня очень заинтересовало, почему они не положили сюда фигурку танкиста. Хотя в предыдущем танке звезды она была. Здесь также вот это вот печатное предупреждение звезды. Вот этот набор бегали. Нормально, такие обычные декали. Значит, вот пузо танка, без облора. Кстати, почти не нужно подчищать. Так, все готово уже на нем. Следующий лист идет у нас корпус. Верхушка корпуса танка. И мелкая всякая фурнитура. Также борты. Два литника с гусеницами. Полунаборные гусеницы. Обычные звездовские. Так, здесь у нас что идет? Здесь у нас идет прочая фурнитура. Пока что тяжело сказать, что это будет понятно уже на этапе сборки. Так, часть башни. Вот эта вот деталь. Кстати говоря, пулемет. Пулемет располагается здесь. Вот этот вот закрытие механизма пушки. Так, здесь у нас на литнике сама пушка. Баки. Бревно. И катки. И катки. Пластик такой звездовский. Да, несколько староватый. Но я думаю, ничего страшного. Танки звезды собираются легко. Там без каких-либо проблем. И это будет второй танк от звезды в 35-м масштабе, который есть в моей коллекции и собран мной. Я считаю, что модель у меня получится просто супер. Наверное, уже скоро пора выкладывать в сообщество YouTube как раз обзоры на собранные мной модели. Так, модель очень рекомендую. Для своего возраста выглядит она неплохо. И жду ваших комментариев и обратной связи. Собирайте хорошие модели от хороших производителей. С вами был Комрад Майор. Пока.